Честно, в своё время PS 2012 мне не очень нравилась Точной причиной я назвать не могу Наверное, она просто была хуже, чем PS 11 То ли геймплей мне не нравился, то ли вратари были дырявые Вот они, голы, даже сейчас пропускают как бы в подтверждение моих слов Вообще, менюшка смотрится довольно здорово и бодро Признаюсь честно, намного интереснее, чем менюшка последних частей PS Где просто серые квадратики Да, конечно, здесь тоже просто жутчайшие пиксели Но нужно понимать, что игре уже... Так, давайте посчитаем 2019-й, эта игра вышла в 11-м Около 10 лет этой игре Короче, она довольно старенькая по игровым меркам Канами постарались, запихали в него, наверное, все команды, на которые были лицензии Сыграем тот самый матч, с которого всё и началось Россия-Греция Возможно, некоторые из вас даже смотрели то видео Снято, если я ничего не путаю, 21 октября 2012 года Да, мама ушла в магазин Я взял свои наушниковые... наушниковый микрофон взял И пропердел первый видос Вот так вот было Можете найти его на канале Одно из первых моих видео Потому что сначала были видео, потом появился канал Вот такой вот я непоследовательный Серьезно, свои первые видосы я заливал на Рутюб и ВКонтакт Потому что тогда я не знал, что на Ютубе можно зарабатывать Просто говоря, что, например, если вам нужны монетки в FIFA То рекомендую своего надёжного продавца Александра Месси Выгодно, быстро и надёжно Ссылочка в описании, плюс скидочка, если вы скажете, что вы пришли от меня Вот так вот это работает Довольно грустный был повод к записи того видоса Это был, типа, некий ремейк матча Евро-12 Когда мы проиграли им 1-0 И все наши надежды просто превратились в пылинки Ну что ж, сейчас будем любоваться графонием, геймплеем Сценки выходов долго не менялись в пес Что в 11-й части, что в 10-й, что в 13-й, что в этой То есть 4 года подряд мы, по сути, одну и ту же наблюдали сцену выхода Как-то было не очень мыло Наблюдаю я мыло, запахло прям сейфгардом И какие там ещё мыльные бренды существуют Даф Ладно, опять-таки, учитывая, что игре 150 лет, это можно простить Скорее всего, она выходила ещё на Денди И... Да, да Красавчик, братан Судья назначает штрафной, опаснейший Зыря она встает, словно на ковбойской дуэли Сейчас бы ещё эту музычку Знаменитую ковбойскую Ну вот, как-то так она звучала Давайте попытаемся разыграть Опа, опа, опа Заг... А? А? Павлюченко! С геймфейсом! Кому как не ему забивать! Я уверен, что все эти пески были на одном движке Но почему-то пес 10 выдает 10 тысяч FPS А здесь всё более-менее адекватно и приемлемо Возможно, даже пес 8 был на этом же движке, кто знает Но пес 8, вы видели, совсем не хочет запускаться Воу-воу Запускаться на моей системе Геймплей приятный, скажу я вам Картинка радует глаз Даже спустя долгие годы Смотреть на это приятно Наверное, есть какие-нибудь патчи на графон Я не уверен, конечно Но может быть какие-нибудь там HD 4K текстуры присутствуют где-нибудь в интернетах Но мы играем в голую часть Так сказать, чтобы проникнуться и обмазаться ностальгией сверху донизу Ничего не могу сказать по поводу FIFA тех времен Потому что с 9 FIFA по 15 я в FIFA вообще не играл И какими они были красивыми, графонистыми, геймплеистыми Или может быть такими же, как сейчас Не знаю Не знаю, Нинис бьет Зря на вратаре гнал Акинфеев Реакция 99, как минимум По-моему, здесь был читерский навес Вот если развернуться И подать спиной К вот типа такого Вот типа такого Но все равно я пробил То есть даже из такой тяжелой ситуации Аршавиным Который не самый высокий футболист Все равно пробил Опа, а как тебе такое? Как тебе такое? Наверное, если бы попал в створ, был бы гол Не знаю, почему-то Широков, судя по всему, быкует на Жиркова за плохой пас Но пас-то был великолепен 37 метров, по-моему, для Игнашевича самая такая позиция Серега разбегается Удар! Ну, блин, Аршавин, Аршавин мог же, мог же Там в стиле фристайл у Рока Макафо Неплохо так и добить Многие обвиняют ФИФУ в том, что они занимаются самоповтором Но просто посмотрите на пески с десятой по тринадцатую включительно И поймете, что и Konami порой занимались этим Потому что если убрать вот баннер, на котором написано Пес-12, то я думаю, что хрен вы отличите ту же двенадцатую от десятой На которую недавно был видос и так далее Помню, что мы реально радовались тому, что просто обновили составы Поменяли рейтинги Ну и тогда игры не стоили по пять тысяч рублей, как в ФИФА сейчас Вот я сейчас смотрю-смотрю на все это И знаете, мне кажется Может быть, все-таки кажется Да, может это все неправда Но как будто бы цветовая гамма этой части пес Какая-то бледновата Опять-таки, если сравнивать с пес-10 В которую я недавно играл И записывал обзорчик Там как-то цвета были посочнее и поярче Хотел сделать какую-нибудь замену Потом увидел, что на скамейке сидят такие личности, как Макеев И передумал Девитос, готовься Блин, неплохо пробил, кстати Мой Девитос это дикий пес Кстати, матч довольно интересный получается В том плане, что вообще всегда в пес было интереснее играть с ботами, чем в ФИФЕ Вот сейчас в ФИФЕ режим Squad Battles Некоторые в него играют Это же какой-то... Ну вы поняли, да? Ну невозможно Боты в ФИФЕ... Как карьеры в ФИФЕ люди играют Это очень скучно Потому что бот в ФИФЕ очень часто просто держит мяч Без какого-то продвижения вперед Судья прям не щадит вратаря греков Очередной опасный штрафной назначает Игнашевич разбегается Блин, хорошо Ну просто в створ попасть Это уже хорошо с такого расстояния Помню, был мелким Играл в ПЕС-2002 Забил Бэкхэмом с центра поля со штрафного Единственный раз И весь подъезд звал посмотреть на мой гол Было чем гордиться Ну тогда не было еще в России Да в принципе и нигде не было Ютуба Поэтому вот так вот делился я Своими достижениями Сатирис Нинес Я помню имя этого чувака По моему в своем время Считался довольно перспективным Молодым Талант Видели? Прям вот, вот, вот Прям вот, вот Так, 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 так Опа Константин Зырянов Обзырянился Как-то слишком красиво Сейчас он забил Нужен тот самый навес Заветный Точный Вот он Я же говорил Если навешивать спиной То почему-то в любом случае Твой нападающий пробьет Даже если это Киржаков Который тоже ну не самый Габаритный форвард Последняя атака судья Дай жить Спасибо Спасибо и тебе Роман Шроков За такой потрясающий пас Хочется процитировать Одного известного комментатора Роман Шроков не уровень сборной Ну блин мы достойно боролись Но проиграли А че ваши ожидания Ваши проблемы Вспомнили песку 12 Знаете ли я рано или поздно Сделаю обзоры на все части Пес Даже на Интернешнл Суперстар Сокер Делюкс На который я обещал Обзорчик снять еще Года полтора назад Все будет Все друзья будет В общем Мы сила Мы дружба Братва Всем пока До свидания